КИНОТЕАТР Но люди все равно им пользуются, выходя на проезжую часть. А на следующей неделе ситуация с потоком пешеходов лишь усложнится. Буквально считанные дни остаются до начала нового учебного года. И если раньше учащиеся Видновского художественно-технического лицея, живущие на строительной улице, тратили на дорогу 5-10 минут, то теперь это время увеличилось. Из-за стройки, к сожалению, нельзя ходить. И надеемся, что скоро все построят, и будет удобнее ходить, и город станет красивее. В целом лицеисты и простые молодые жители Видного не считают большой проблемой пройти лишние пару сотен метров. Ведь все понимают, что эти трудности временные. А главное, горожане отдают себе отчет, что дорогу безопаснее переходить по другому пешеходному переходу. По дороге тоже очень опасно идти, машина может сбить. Лучше по тротуару идти. Я живу сам в 25 минутах от школы, и не могу ручаться за ребят, которые здесь ходят. Мне кажется, время пути не сильно изменилось. Условные 5 минут тут обойти, это не так уж и катастрофично. Если обходить, то есть неудобно. Обычно я ходил вот тут, вот мимо Вечного огня. Сейчас это неудобно и занимает примерно в два раза больше времени. Скорее хочется, чтобы реконструкция закончилась. Я считаю, что это все равно плюс городу. Это будет развивать наш город. Добавится какая-то красота. Думаю, когда закончат, будет красиво. Намного лучше, чем было раньше. Я пока не видел самого проекта, что будет дальше. Но я надеюсь, что нас же не подведут. Скоро здесь появятся фестивально-спортивные, концертные и мемориальные зоны. Будет благоустроена набережная Тимоховского пруда. Временные неудобства продлятся недолго. Уже в конце октября Аллея Славы вновь станет доступной для пешеходов. А это место снова начнет радовать жителей муниципалитета. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Видное ТВ.